всем здарова и хочу вам рассказать об одной интересной книжке которую написал написал максим котин называется она чечваркин е многоточие гений она идет речь в ней кстати да дальше если сто раз если ста раз тебя посылают 99 она идет как и все уже понятно догадаясь о знаменитом евгении чечваркине главном основателя евросети ну и просто так он довольно нашумевшим персонажи в нашей стране вот максим котин вот в принципе я его и даже и не слышал в таком человеке до того как не взял в руки телефон в котором была закачана эта книга которую я туда же сами закачал и что вам скажу вот такая вот книжка вот отличная книга потому что очень интересно быстро легко читается прямо на одном дыхании вот я читал 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 и все время было интересно все время было захватывающе так здорово вот книга о становлении даже не то чтобы остановление это знаете такое ощущение как на что-то типа один день из жизни евгения чечваркина в ней как довольно легко и поверхностно рассказывается чечваркине о том как он начинал что он из такой в принципе обычной московской семьи там папа у него по моему летчик мама там еще кто-то такая обычная работница в каком-то там учреждении вот и еще чуть ли не в школе он начал там как-то торговать что-то где-то а сигаретами начал торговать вот то есть около школы сигареты стоит дорого а потом что вообще запретили продавать а буквально в паре районов 10-15 минут ходьбы сигареты стоили дешевле и вот он начал продавать их с того момента и потом значит торговал на рынках вещевых там трусами носками чем попало в лужниках торговал вот довольно хорошо и быстро раскручивался ну и в конце концов пришел в компанию медиком то есть стал заниматься мобильными телефонами только-только они начали появляться в россии не то чтобы даже в россии в москве вот и потом постепенно как это все разрослось евросеть всем известную здоровую а сеть продающую мобильные телефоны причем это пережили они и кризис на кризисе только выиграли вот и тут еще и речь идет ну как рассказывается как о самом евгении чечеварки не то есть постоянно автор как бы он с ним ездит то есть бьет интервью у него вместе с ним там летают какие-то командировки по крайней мере так написано как они поехали полетели в командировку в норильск и он ну буквально как говорится репортаж с места действий ведет как они вместе едут в машине туда как едут сюда как чечеваркин разговаривает по телефону как чечеваркин общается с деловыми партнерами с людьми какой он в жизни вот понятное дело что какие-то темные может быть моменты какие-то там еще не совсем такие красиво приятные вещи все это истории немножко скрыты вот но в целом очень интересно очень интересно здорово и знаете вот когда я читал эту книгу я понимал что я какие-то может быть основные моменты этой книги уже давным-давно знаю и читал не раз читал не раз в группах в контакте там может быть каких-то одноклассниках хоть и не там не там особо не сижу в контакте вот так чуть-чуть вот каких-то форумах у кого-то высказывание ну знаете кто делают там подпись себе на форме там или в письмах бывает даже в деловых в конце там пишут и такое типа мудрое изречение в качестве подписи у кого-то в статусах в общем везде в нашей жизни встречаются высказывания евгения чечеваркина такие полные смысла полные жизни энергии и такого стремления стремление жить зарабатывать и классно тратить на именно на отдыхе развлечения то что ты заработал а вот например одна из таких крылатых фраз которые читал еще до этого и сталкивался и соглашался с ней о том что я сейчас не дословно так смысл в том что нет смысла в деньгах если ты работая зарабатывая эти деньги у тебя нет времени на то чтобы отдыхать и хорошо тратить и самореализовываться на фиг они тогда вообще нужны эти деньги и зачем нужна вообще такая работа если зарабатывая ты у тебя нет времени на то чтобы тратить деньги отдыхать ну там более грамотно красиво сказано сейчас не буду уже лезть в книжку потому что там буквально вот что не разговор с чечеваркиным как бы его какой-то может его слова монолог там реакция на что-то то обязательно вот крылатые выражения там или еще что-то вот ну здорово я люблю читать такие книги знаете вот история успеха и чем-то очень сильно то что очень сильно чем-то мне напомнила эта книга а знаменитую трилогию финансист теодора драйзера вот которую тоже я читал прямо с великим удовольствием и огромное такое впечатление на меня произвела и вот это в какой-то мере может быть один из вариантов русского финансиста российского финансиста вот книга заканчивается как раз на том моменте как он в том моменте в годах 2007 2008 года когда чечеваркин собирается уже снимает и ведет какие-то передачи на телевидении евросеть лидирующая просто-напросто крупнейшая в стране сеть розничная по продажам не только сотовых телефонов но там начинают уже развиваться продажи чего угодно через салоны евросети и у чечеваркина огромное количество планов идей надежд и мыслей которые вот он реализует и вот так довольно интересно это все смотреть сейчас как уже всем известна история про то как гонения были на чечеваркина когда чуть ли даже не от правосудия какой наше в нашей стране в какой-то степени пострадал и что теперь евросеть принадлежит совершенно непонятно как непонятному очень далеко не чечеваркину принадлежит евросеть а сам он живет в лондоне я уверен что в принципе у него хорошо все потому что такие люди они способны буквально упасть на самое дно может быть не в моральном и финансовом плане и снова подняться и достигнуть вершину потому что как пришел приходит в этот мир человек совершенно голый только с руками ногами и головой вот и чего-то навевается и кем-то становится и вот как раз пример евгения чечеваркина как он постоянно рос постоянно что-то делал в 6 утра вставал ехал в лужники торговать а потом к 8 9 утра приезжал еще и на пары чтобы учиться и получать образование вот такая вот такое стремление и трудолюбие огромное трудолюбие для того чтобы так жить и развиваться и что-то делать она всегда позволит человеку подняться снова и занять достойный его уровень в этой жизни его значение ну реально не зря книга названа чечеваркин е многоточий гений буквально одна точка в одна буква в пропущены и уже чечеваркин назван назван гением и в принципе я соглашусь с этим вообще читаешь такие книги получаешь прямо огромный заряд твой мозг стремление стремление что-то делать что-то менять действовать действует самое главное не бояться и пережевывать а делать пусть даже ошибаться самое главное делать какие прочитал мы прочитал буквально вчера закончил читать эту книгу и хожу чем под впечатлениями и и сегодня правда мне мне довольно сильно уменьшила ну как ослабла впечатление в силу некоторых причин но все равно прямо вот она сжигает глаза вот я что скажу еще кстати спасибо большое и автору этой книги саму евгению чечеваркина потому что максиму котину потому что евгений чечеваркин в этой книге посоветовал мне прочитать еще одну крутую книгу которую сейчас я начал читать и сделаю на нее обзор вот что хотел сказать а я хотел рассказать как уже вчера вечером когда я дочитал книгу тут же тут же еще по время прочтения в голове роились различные мысли потому что сами работают уже в рознице сейчас занимаюсь непосредственно развитием розничных магазинов небольшой сеточки из трех магазинчиков вот только разница даже это чтобы разница может быть я не чечеваркин может быть у каждого свой взгляд тоже я стал думать как вот это сделать вот это сделать и конечно же если в книге в первую очередь что чечеваркин делает это доводит уровень магазина вот реально до хорошего оформления красивое яркое крутой дизайн потом обязательно хорошее обслуживание обязательно очень низкие цены и обязательно широчайший ассортимент то я к сожалению не могу применить это на практике потому что я являюсь наемным работником и когда я пытаюсь даже просто не то чтобы расширить ассортимент а поддержать текущий вот люстры хотел заказать в один из магазинов мне сказали что нет к сожалению мы не закажем вам эти люстры обходите с тем что есть вот или там по рекламным каким-то мероприятиям и то что денег ладно это все такие рабочие нюансы не хочется сейчас в обзоре книг на них отвлекаться но книга вообще крутая книга мотивирующая книга зажигающие глаза легко и быстро читается если если тебе интересно я хотел сказать что если ты чем-то своим делом занимаешься и собираешься заняться своим делом с другой стороны твоя жизнь это всегда твое дело в любом случае чем бы ты ни занимался я всем советую прочитать эту книгу реально интересное в какой-то степени довольно веселая простая легкая и вот очень сильно мотивирующая мотивирующая жить книга евгения чичваркина не в киний факт книга максима котина про евгения чичваркина про его сеть евросеть про его методы продвижения и работы на рынке про его стиль жизни всем советую всем пока всего хорошего ставьте лайки подписывайтесь на канал прочитайте книгу напишите впечатление вот я делаю обзор на фильм делаю обзор на книги там еще на что-то очень вас хочу попросить вот мне интересно на самом деле что вот лично ты думаешь об этой книге может быть о том фильме про который я говорил совсем недавно будет время или появится желание прочитайте книгу напишите что вы думаете об они если уже прочитали то тоже напишите ладно всем пока всего хорошего до встречи до скорых встреч